Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! И прежде чем начнём, кратенькая добивочка к предыдущему Инфакту. Утечка, высказанная вчера, официально подтверждена. Новое детище Arkane Lion Deathloop выйдет на ПК и PlayStation 5 21 мая 2021. Ничего нового, конечно, но забавно, печально наблюдать двухкратное увеличение ценника на консоли относительно магазина Bethesda. 2500 против 5 и 3200 против 6250 за Deluxe. Не можем поверить, что нам нужно это говорить, но, пожалуйста, не выдувайте дым от электронных сигарет в ваш Xbox Series X. Цитата твиттер-канала Xbox. Ор выше гор. Вероятно, вы натыкались на видео вроде того, что на экране. Ах, Тунг, паника, боксы горят! Как вы понимаете, жители интернета снова всех надули. Предприимчивые вейперы, дезинформации ради, распространили знания о том, как при помощи обыкновенной электронной сигареты сделать вид, что с боксом всё очень плохо. Всем хорошо известно, что горечь консоли выдувается с самого низа вверх через решетчатую крышку. Вот и придумали пранкеры дуть в днище выключенные консоли, чтобы добавить релизу Xbox'а, так сказать, огонька. Подчеркивается, что консоль не проверялась на вейп-устойчивость, и ничего, кроме осевших внутри неприятностей, от такого прикола ждать не стоит. Удивительно, что это пришлось проговаривать и нам. Не дуйте вейпом в бокс. Рекламная пауза. Warpath — это военная стратегия в реальном времени, где основной упор делается на соответствие истории Второй мировой войны и аутентичность каждого элемента игры. Каждый танк и каждая пушка не только тщательно воссоздают эпоху, но и функционируют точно соответствуя своим прообразам. А благодаря продвинутой игровой физике вы сможете реализовать различные манёвры, вроде блокирования пути, разделения вражеских войск или возможности окружить отряд противника. А держите верх в главных сражениях Второй мировой в одиночном режиме, только в отличие от истории вы способны переиначить исход боя. Или схлестнитесь в реалистичных тактических баталиях с другими игроками. Улучшайте своё войско, захватывайте и развивайте собственные крепости, учитесь новым стратагемам и формируйте союзы с другими игроками, чтобы вместе достичь большего в сезонном рейтинге. И важное замещание — никакого pay to win. Победы достоин не тот, у кого дороже обмундирование, а тот, кто грамотнее распорядится своими войсками и ресурсами. Игра совершенно бесплатна и доступна для скачивания на iOS и Android по ссылкам в описании. Call of Duty Black Ops Cold War выходит на ПК и оба поколения Xbox и PlayStation уже сегодня. По такому поводу Эмбарго улетела во свояси и все, кому положено, принялись выкладывать геймплейные видео да стримить игру, срывая всякие покровы. Что и говорить, красиво, зрелищно, холодная война. Эльману без дела сидеть не придётся. Подборка свеженьких видеоигрового процесса новой колды для вашего удобства в описании к видео. Жестокая, графонистая, аугментированная ведьмаками и чудовищами из местной фауны игра в дополненной реальности The Witcher Monster Slayer стала доступна для тестирования в России. Пока, правда, только на яблочных девайсах от 6-го айфона до 12-го и на 7-м поколении iPod Touch. Pokemon Go для суровых. Только вместо ловли вымышленных зверёнышей, хардкорный геноцид он их. Варим зелье, делаем бомбы, тренируемся. Для успешной игры придётся даже учитывать время суток и погоду. А ещё в игре отыщется сюжетная подоплёка с квестами, навеянными прошлыми частями серии. Пятница. А это значит, что лучший блог и обзор недели использовательского раздела нашего сайта наконец-то будут награждены. Время вручать традиционные пятничные косари. Титул блога недели получает труд дружа No Name Just Lulz о сериале Пацаны, что родом из Netflix. В частности, автор решил копнуть, провести необходимые аналоги и в понятном смысле обозреть не только два сезона сериала, но и комикс-первоисточник, от которого, как оказывается, в сериале осталось не слишком много. И осторожно, спойлеры начнутся до объявления спойлеров в статье. Тем не менее, чтиво вышло довольно многословным, хорошо это или плохо, познавательным, а раскопанные инфо и факты прикольные. Автором обзора недели снова становится Джейсон Дебленд с ещё одним эксклюзивным полотнищем на тему персона. На этот раз под прицелом оказалась пятая, наверное, часть серии. Есть аккуратно скроенная двухчасовая видео-версия, где вся инфа подчёркивается правильными футажами, но вот сама статья, несмотря на кучу интересной информации об игре и сюжете, представляет из себя просто непреодолимую стену текста. Ну и вторая очевидная проблема — это двухчасовое видео, двенадцатая часть из цикла и опирается на рассказанное ранее. Впрочем, почему бы и нет-то, собственно? Каждое видео по полтора-два часа. Труд чудовищных размеров. Победители, набегайте в ЛС, пишите свои логины, не никнеймы в Steam, косари ваши. В играх Valve, и в частности Half-Life, всегда можно найти специальный режим, содержащий комментарии разработчиков. Теперь такой режим есть и в Alyx. Целых два часа и ещё один час комментариев, которые можно будет послушать в специально добавленных в игру 147 точках интереса. Видите парящие в воздухе наушники, вешайте их себе на голову и слушайте. Субтитры к комментариям будут доступны на десяти языках, включая русский. О том, что некоторые из первых игр на PlayStation 5 порадуют и владельцев PS4, мы знали заблаговременно. Даже выходящее в 21-м Horizon Forbidden West будет кроссгенной. Не знали мы лишь того, что кроссген на консолях от Sony пора длиться ажно целых три года. Об этом в одном из интервью заявил вице-президент по платформенному планированию и управлению Sony Хидеаки Нисино. Выпуск крутых эксклюзивов на новое поколение запланирован на момент, когда количество владельцев новой консоли достигнет определенной отметки. Вероятно, нужна какая-то очевидная уверенность в будущем консоли. А до тех пор, по словам Sony, плавный переход аудитории с предыдущего поколения на новое важнее. И по традиции не обойду вниманием свежую раздачу в Epic Games Store. На этой неделе в свою библиотеку предлагают забрать что-то необычное и не очень популярное. Смесь Bullet Hell и набора текста The Textarzyst. Демонюги бесятся и бескомпромиссно пытаются изничтожить нашего героя, а тот чеканит по клаве очередную молитву. 78 из идеальной сотни на метакритике и очень положительный к игре Steam. Даже любопытно стало. И обязательно захаживайте на наш сайт topgame.ru, чтобы быть в курсе последних новостей индустрии и свежих релизов нашего творческого коллектива. А в разделе блогов вы сможете найти массу крутецкого контента от наших пользователей. Собственно изучайтесь, приятных вам выходных и хорошего дня.